Существующий износ данного здания составляет более 60%. То есть по самым ориентировочным просчетам, ремонтные работы на данном объекте привалили бы за 10 миллионов рублей. Поэтому занятие в данной школе действительно для детей невозможно в настоящее время. То есть здесь 4 года людей не было, но все равно здесь пахло больницей. Да мы были сначала против, но потом уж пускают. А что мы еще им скажем? Мы же не можем против них пойти. Мы сейчас с вами находимся в столовой детского сада. Как я понимаю, вот смотрите, здесь покрасили стены, постелили линолеум. И вот у нас, значит, интересный момент. Оп, это нормально? Так можно? Ну, отлично то, что вы сейчас заметили. Поскольку у нас идет процесс подготовки, на данный момент мы здесь поднимем линолеум. Проблемная часть действительно существует. Обязательно на нее сейчас обратим внимание и заменим к началу учебного года, естественно, безусловно. Сколько было вообще потрачено средств на ремонт этого здания? Ну, секундочку, это вопрос в принципе. Я сейчас на данный момент не готов сказать вам. Потому что здесь есть часть бюджетных средств, часть средств, которые потрачены за счет спонсорского привлечения капитала. Часть объектов, часть оборудования было пересено непосредственно со старой школы, как то, например, линолеум, игровые какие-то помещения, парты. Мы ничего только не делали и все равно сюда перевели. Чего бестолку тут говорить, распрыгаться? Ну, даже если они уже решили ее закрыть, ее все равно закроют. Оставьте, пожалуйста, нам хотя бы это здание для наших детишек. У меня в самой двое детей, старшему 5 лет, а младшему 2 годика, вот будет в январе. Я хочу и старшего ребенка водить в садик, и младшего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому